Бузы, позы, блюда бурятской и монгольской кухни, блюда родственной хинкали или мантам, но в отличие от последних, начинка в бузах исключительно мясная. Предлагаю приготовить бузы и побаловать своих близких этим шикарным рецептом, блюда сочные, ароматные и очень вкусные. Традиционно основой для начинки являлось мясо коней, баранов или коров, на данный момент можно встретить варианты из свинины, возможны разные разновидности фарша, выбирайте тот, что вам больше нравится. Помимо мяса к начинке можно добавить лук и чеснок, остальные овощи исключаются, в этом и есть главное отличие буз от их аналогичных собратьев. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Подготовьте все ингредиенты. В глубокой миске соедините яйцо, соль, воду и растительное масло. Частями добавьте муку, у меня цельнозерновая, мука грубого помола, но вы можете смело брать для приготовления буз обычную рафинированную белую муку. Муки может уйти чуть больше или меньше, чем указано в рецепте, готовое тесто должно быть плотное, но эластичное, соберите его в шар, накройте полотенцем и дайте отдохнуть. Жду ваших лайков и комментариев. Тем временем приготовьте начинку, лук нарежьте мелкими кубиками, говядину мелко порубите ножом или пропустите через мясорубку. Добавьте соль, перец или любые другие специи, влейте примерно 50 мл холодной водой, для сочности и все тщательно перемешайте до однородности. От теста отрежьте кусок и скатайте колбаску, нарежьте колбаску кусочками, шириной около 2-5-3 см. Каждый кусочек обваляйте с двух сторон в мелкие, применая руками и раскатайте в форме круга, кому-то возможно удобнее раскатать весь пласт теста и вырезать потом круги, выложите на середину раскатанного круга мясной фарш. Делайте защипы на тесте по кругу, собирая его складочками, в центре должна получиться дырочка, считается, что чем больше защипов, идеально, 33, тем хозяйка более умелая. Готовые бузы выложите на смазанные маслом ярусы мантоварки, варите их нужно на пару, считается, что 20 минут будет достаточно, но я готовила 45 минут. Едят бузы традиционно руками, надкусив удонышко и выпивая весь образовавшийся внутри бульон, можно посыпать их свежей зеленью, полить растопленным сливочным маслом или подать любой соус по вкусу. Приятного аппетита! Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. А теперь ингредиенты. Вода, 200 мл, растительное масло, 1 столовая ложка, яйцо, 1 штука, мюка, 500 г, жирная говядина, 700 г, мякоть, лук, 3 штуки, черный молотый перец, по вкусу, соль, по вкусу, количество порций, 8-10. Не пропустите самые вкусные, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Надеюсь на скорую встречу на канале. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok